Настоящий праздник подготовили этим летом детям в дачном некоммерческом товариществе в Нейкоп-остров. Теперь у ребят есть своя детская площадка. На участке площади порядка шести соток размещены песочница, качели для малышей и детей старшего возраста, беседка для отдыха. Есть здесь и спортивный уголок со шведской стенкой и канатом. Сама же площадка ограждена разноцветными рейками. Без преувеличения можно сказать, что она стала центром притяжения для всех окрестных мальчишек и девчонок. Мне нравится то, что построили такую красивую детскую площадку. Тут есть где поболтать, где поиграть с друзьями, еще там покататься с друзьями. Мне очень нравится здесь гулять, качаться. Здесь круто. Я здесь встречаю много своих близких друзей. От идеи до момента ее воплощения в жизнь не прошло и двух месяцев. Были собраны подписи жителей товарищества, а также соседних поселков. И работа закипела. Каждый желающий мог принять посильное участие. Люди активно участвовали в этом вопросе. Хочу подчеркнуть, участвовало более 40 человек. Кто материально помогало, кто техникой, кто материалами. В свободное время приходили, сами работали, своими руками все делали. И естественно, эта площадка всегда будет ухожена, потому что они беречь ее будут, потому что сами они ее построили. Детская площадка была давней мечтой не только ребят, но и взрослых. Здесь проживают немало многодетных семей, и раньше отдых мальчишек и девчонок был фактически проблемой. У нас не было места, где можно детям отдохнуть, встретиться, пообщаться и погулять. И где дети гуляли? Просто во дворах, во дворе. Вот как-то либо у себя на дворе, либо на велосипедах катались по поселку, там где машины. Но сейчас беспокоиться уже не о чем. Ребята весело и дружно проводят время на детской площадке. И что немаловажно – безопасно. При строительстве и комплектации были соблюдены все меры предосторожности. Все сделано своими руками. Единственное, что элементы, которые двигаются, вот сами подвесы, качели, они все сертифицированы, все у нас с паспортами. Мы их покупали в спортивных магазинах. Паспорта у нас находятся в нашей административной группе. Данный проект строительства детской площадки выдвинут на губернаторскую премию «Наша Подмосковья». Проводимая с 2013 года, она поощряет активную жизненную позицию граждан и поддерживает интересные идеи и значимые начинания. Несмотря на огромную занятость, несмотря на то, что наш дикий и подвижный мир требует огромной концентрации, вы находите большое количество времени для добрых дел. В этом году на премию «Наша Подмосковья» жителями Ленинского района представлены 145 проектов. И уже завтра, 6 июля, во Дворце спорта «Видное» пройдет их презентация. Обязательная процедура для каждого соискателя. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская. «Видное» ТВ.